приветствую вас господа трейдеры на очередном еженедельном видео обзоре валютного рынка основанном на измененном волновом анализе эллиота валютная пара евро доллар на прошлой неделе нам дала отличную покупку как вы помните для того чтобы покупать валютную пару нам необходимо было получить нисходящую трехволновую конструкцию которая была бы нашей коррекцией после этого необходимо было построить наклонный канал по этой нисходящей конструкции только на завершении этой конструкции уже на формировании восходящей конструкции мы с вами должны были покупать вверх волной а необходимо было пробить наклонный канал после этого получить волну коррекции волну b и после этого покупка выше волны а цель как всегда мы ставили уровень 138 и 2 по фибоначчи от волны а то есть мы натянули фибосетку на предполагаемую волну а потому что мы с вами предполагали что это вверх будет волна а вниз соответственно коррекция волна b трехволновая и вверх пойдет волна c натянули фибосетку 138 и 2 взяли в профит как мы видим цена дошла на два пункта выше уровня 138 и 2 и после этого начался разворот но мы свой тейк профит взяли поэтому в принципе нам все равно что цена развернулась и в принципе даже хорошо что она развернулась потому что теперь мы можем рассматривать и продажи в том числе и так что нам надо для того чтобы продавать валютную пару здесь на самом деле все очень просто давайте перейдем на таймфрейм м30 и мы видим что у нас есть вниз волна а которая пробила наклонный канал завершила восходящую конструкцию после этого сформировалась волна b и соответственно мы можем рассматривать продажу на пробитие волны а то есть на формирование нисходящей волновой конструкции продажи ниже уровня 1 13 58 и соответственно стоп лосс за максимум но здесь наверное лучше чуть чуть выше чем за максимум 1 14 20 стоп лосс такая точка входа будет при усеченной волне c почему при усеченной волне c давайте с вами разберем эту ситуацию на самом деле здесь произошло повышение волнового уровня и мы с вами входили на конструкцию уровня h8 на вот этой вот зеленой конструкции но если мы построим наклонный канал по той конструкции которая была а вот она наша конструкция и соответственно вот он наклонный канал то мы видим что наклонный канал был конечно же пробит то есть эта конструкция завершилась а следовательно у нас получилась вот такая восходящая конструкция Давайте я уберу фибоседку, чтобы она не мешала. У нас получилась вверх волна А, вниз коррекция волна В, и вверх, соответственно, волна С. И, соответственно, после этого был построен уже новый наклонный канал по новой конструкции. Мы видим, что волна С очень короткая, то есть она усеченная. И, соответственно, такая точка входа может быть на продажу при усеченной волне С ниже 1.1357. А что надо для того, чтобы покупать? Покупки очень просто, мы их рассматриваем на перевороте. Так получается, что мы сейчас с вами откроем продажу. Ну, откроется продажа, если цена пойдет вниз. Но движения нисходящего не будет, то есть не будет силы у медведей. Соответственно, что нам необходимо будет сделать? Очень просто. Строим наклонный канал по нисходящей конструкции, на которой мы с вами вошли в рынок. И на завершение нисходящей конструкции, на формировании восходящей конструкции мы с вами покупаем. То есть мы переворачиваемся. Вверх волной А пробили наклонный канал. Вниз, соответственно, получили коррекцию волну В. И после этого покупка на пробитии волны А, то есть на формировании восходящей конструкции. Здесь все очень просто. Мы открываем покупку и закрываем нашу продажу. То есть мы переворачиваемся. Мы не держим продажу по той причине, что зачем нам держать продажу, когда у нас торговый план на покупку. Соответственно, мы принимаем убыток, если будет какой-то убыток. Его, может быть, и не будет. Может даже будет какая-то прибыль, потому что может получиться и такой переворот, например. То есть где-то здесь мы, например, перевернемся. И тогда получится, что мы закроем нашу продажу даже с небольшой прибылью. И, соответственно, после этого откроем покупку. Что это будет за покупка? В таком случае мы предполагаем, что все это движение вверх, это волна А. Движение вниз, это волна В. То есть, вот эта трехволновая конструкция, которую мы хотим получить. Вверх, соответственно, волна А, С, В, С и волна С. Если мы рассматриваем такую покупку, то обязательно на уровне 1.14.18 мы переводим сделку без убыток и фиксируем 1.2 прибыли. А для определения профита натягиваем фибосетку на предполагаемую волну А. А мы предполагаем, что это волна А. И, соответственно, наша цель уровень 138.2 по фибоначчи 1.14.87. Это наша цель для покупки. По валютной паре фунт-доллар у нас также была отличная покупка. Вы помните, что для того, чтобы продавать валютную пару, необходимо было волной А завершить нашу восходящую конструкцию, после этого получить коррекцию волну В. И после этого уже волна С мы бы с вами продавали. Но, как мы знаем, мы завершили нисходящую конструкцию уже волной С. То есть, вот она наша волна С. И поэтому, конечно же, здесь не было условий для продажи. Здесь могли бы быть условия для продажи, если бы мы, например, пошли вот после этого движения вот так вот вниз. Тогда мы бы могли продавать здесь на пробитии минимума. То есть, вниз волной А завершили восходящую конструкцию, после этого получили коррекцию. И после этого здесь, например, продали уже на пробитии этого минимума, если бы так пошла цена. Но, так как этого не было, то мы должны были с вами что делать? Покупать. Вы помните, что для того, чтобы покупать валютную пару, необходимо было получить нисходящую трехволновую конструкцию. И потом уже на формирование восходящей конструкции мы с вами должны были покупать Все в принципе очень просто, мы всегда с вами так делаем Соответственно цена хорошо пошла вверх, поэтому здесь мы отработали покупку очень неплохо И также в понедельник мы строили торговый план тоже на покупку, если не ошибаюсь, на пробитие вот этого максимума На пробитие 1.30.93, если не ошибаюсь Да, вроде бы это так и было, но можно если что пересмотреть в записи вебинар понедельника Но также мы с вами рассматривали покупки Итак, что у нас есть сейчас? У нас есть восходящая конструкция, вот я строю по ней наклонный канал И соответственно этот наклонный канал говорит о том, что нам можно продавать валютную пару Только тогда, когда закончится эта конструкция Почему? Потому что тренд восходящий, мы это с вами видим И я думаю, что отрицать этого, ну во всяком случае я отрицать этого не хочу То есть для того, чтобы продавать валютную пару, необходимо пробить наклонный канал После этого получить волну коррекции, волну B И на формировании нисходящей внутренней конструкции То есть внутри волны C, точка входа на откате B Мы с вами рассматриваем продажу То есть вниз волной A пробили наклонный канал, завершили восходящую конструкцию После этого получили коррекцию волны, волну B И соответственно вниз волна A, C, волна B, C и волна C, C мы будем рассматривать продажу Немного может быть сложная продажа, по той причине, что здесь довольно много условий нужно для того, чтобы продать Но так как мы находимся с вами явно в восходящей волновой конструкции То я думаю, что реагировать на вот эти вот 70 пунктов нисходящего движения Я думаю, что так вот сильно не стоит И когда мы будем с вами покупать валютную пару Здесь на самом деле тоже все очень просто У нас есть нисходящая волновая конструкция Вниз волна A, вверх коррекция волна B И вниз, ну здесь вот волна B, наверное, вот сюда ушла И вниз, соответственно, есть волна C Здесь даже получается вот такая отметка Вот это вот A, вот это вот B И вниз, соответственно, волна C У нас уже есть эта нисходящая конструкция Следовательно, мы можем по ней построить наклонный канал А вот я строю наклонный канал по данной нисходящей конструкции Соответственно, для того, чтобы покупать валютную пару Необходимо пробить наклонный канал После этого получить волну коррекции волну B И покупка на пробитии предыдущего максимума То есть на пробитии волны A Но важно, что на максимуме В диапазоне 1.3350 Мы обязательно переводим сделку без убыток И фиксируем 1.2 прибыли Почему? Потому что мы знаем, что здесь есть уровень Уровень сильный и от него отбилась цена Соответственно, мы страхуем нашу сделку И поэтому переводим сделку без убыток И фиксируем 1.2 прибыли А для определения профита мы натягиваем фибосетку На предполагаемую волну A Потому что мы предполагаем, что это верх волна A Вниз, соответственно, трехволновка это волна B И вверх пойдет волна A, C, B, C и волна C, C Натянули фибосетку и цель уровень 138.2 по Fibonacci 1.3490 Это наша цель для покупки По австралийскому доллару на прошлой неделе у нас была отличная покупка Вы помните, что для того, чтобы покупать валютную пару Нам необходимо было получить трехволновую восходящую конструкцию И только на ее формирование мы с вами рассматривали покупки И при этом в диапазоне уровня 0.72 ровно Было важным условием закрыть 1.2 прибыли И обязательно перевести сделку без убыток Мы это с вами разбирали Здесь, видите, кстати, отлично отработал уровень Вот у нас есть отличный уровень И как мы видим, цена дошла ровно-ровно до этого уровня Вот просто тик в тик Поэтому, в принципе, неудивительно, что мы вот совсем немного Буквально тут 1-2 пункта мы не дошли до уровня 0.72 А для того, чтобы продавать валютную пару Нам необходимо было просто получить переворот То есть условия для переворота То есть завершения этой восходящей конструкции Соответственно, формированием нисходящей волновой конструкции Ну, то есть вниз мы пробили наклонный канал После этого получили волну коррекции И, соответственно, после этого сегодня вот была здесь отличная продажа Продажа на формировании нисходящей волновой конструкции Итак, что у нас есть сейчас и когда нам можно рассмотреть покупки Вот с покупками здесь на самом деле очень интересная ситуация По той причине, что мы пока еще не пробили уровень 88.2 по Fibonacci Вот я натянул Fibonacci и мы видим, что уровень 88.2 по Fibonacci Находится в диапазоне 0.70-0.84 Это очень важно То есть если мы не пробьем уровень 0.70-0.84 То мы можем рассмотреть вот такую вот покупку Вверх волна A Пробили наклонный канал, завершили нисходящую конструкцию Вниз, соответственно, коррекция волна B И после этого вверх волна C Мы, в принципе, с вами что-то подобное рассматривали на прошлой неделе Вы помните, здесь у нас была волна A Вниз коррекция волна B и вверх была волна C Вот ровно такой же торговый план я сейчас нарисовал просто на новую неделю Что это будет за точка входа? В таком случае мы можем предположить, что это движение вверх это волна A Движение вниз это волна B И вверх волна A, C, волна B, C и волна C, C То есть почему это может быть волной B? Потому что мы не пробили уровень 88.2 Если мы пробьем данный уровень, то такой торговый план уже нельзя будет рассматривать Потому что такой торговый план уже будет не актуален Поэтому если пробиваем уровень 0.70-0.84 То про этот торговый план просто забываем И что надо для того, чтобы продавать валютную пару? Для продажи неважно волной A мы завершим эту конструкцию Или волной C, в принципе, это неважно То есть мы можем завершить эту конструкцию И волной C Но главное получить восходящую трехволновую конструкцию Которая даст повышение волнового уровня нисходящей конструкции То есть получаем эту восходящую трехволновую конструкцию После этого строим наклонный канал по данной конструкции Которая защищает будет восходящее движение И на завершение этой конструкции мы с вами рассматриваем продажу Вниз волной A пробили наклонный канал восходящей конструкции После этого получили коррекцию волну B и, соответственно, после этого вниз волна C, что это будет за точка входа. В таком случае мы предполагаем, что это все движение вниз это волна A, трехволновка вверх это волна B, вниз A, C, B, C, C. Если мы рассматриваем такую продажу, то на минимуме, который будет, обязательно переводим сделку без убыток и фиксируем 1, 2 прибыли. А для определения профита мы уже натягиваем фибосетку на, предполагаем, волну A. Соответственно, вот она наша волна A. Ну, на данный момент такая она, то есть мы сейчас можем еще ниже пройти, поэтому натягиваем фибосетку на ту волну A, которая у нас будет. И, соответственно, уровень 138,2 берем в профит. То есть здесь все очень просто. По новозеландскому доллару на прошлой неделе мы немного с вами отошли от стандартных правил. И вы помните, что у нас было условие для покупки получить фрактальную покупку, то есть выше 135 скользящей средней на таймфрейме H1, получить фрактал старта. После этого, соответственно, получить сигнальный фрактал. И после этого у нас уже была с вами покупка на формировании восходящей волновой конструкции. Ну, то есть вверх волна A, вниз коррекция волна B и, соответственно, вверх волна C. После этого, соответственно, ловушка – это первая цель. Дальше, к сожалению, как мы видим, мы не пошли, но при этом у нас была отличная продажа при усеченной волне C. То есть вверх у нас была волна A, соответственно, коррекция волна B. Вверх усеченная волна C, но вы видите, что она находится на одном и том же уровне, где и волна A. То есть, соответственно, волна C очень-очень короткая. После этого построили наклонный канал по этой восходящей конструкции, который защищал, соответственно, это восходящее движение. И вниз волна A, волна B и, соответственно, волна C. Здесь еще, кроме того, что была продажа при усеченной C, здесь также ниже уровня 0.6880 была продажа по круглым уровням. То есть, вы помните, что условия нам нужно находиться какое-то время в диапазоне 0.69 ровно, сделать ретест уровня круглого важного, соответственно. Здесь у нас получается уровень 0.69 ровно. И после этого уже на пробитии уровня 0.6880, на закрытии свечи ниже уровня, необходимо было что делать? Ну, конечно же, продавать. То есть, если здесь не продали, то здесь наверняка уже, думаю, продали. Сейчас у нас валютная пара находится в нисходящем движении, в нисходящей волновой конструкции. И для того, чтобы покупать, и в том числе для того, чтобы продавать валютную пару, необходимо завершить данную конструкцию, повысив волновой уровень. Вот давайте рассмотрим для начала покупки. Для покупок необходимо волной A пробить наклонный канал нисходящей конструкции. Это обязательное условие именно волной A, то есть не волной C. Дело в том, что для продаж нам не важно, это будет волна А или это будет волна С. Не важно. Здесь важно просто повысить волновой уровень. Вот, например, торговый план для продажи. Завершили нисходящую конструкцию, повысили волновой уровень. Теперь мы можем думать, что это вниз волна А, вверх трехволновка это волна Б, и вниз, соответственно, уже на завершении восходящей трехволновой конструкции, то есть мы строим наклонный канал по восходящей трехволновой конструкции, которая будет, и на завершении этой восходящей трехволновой конструкции мы рассматриваем продажу. Вниз волной А пробили наклонный канал, после этого получили коррекцию волну Б и, соответственно, вниз волна С. На минимуме, на ловушке для профи, на том минимуме, который у нас будет, обязательно переводим сделку без убыток, фиксируем одну-вторую прибыли. Это обязательное условие для определения профита. Натягиваем фибосетку на волну А, которая будет, и, соответственно, уровень 138,2 берем в профит. Это торговый план для продажи. А вот для покупок необходимо волной А завершить нисходящую волновую конструкцию, после этого получить коррекцию волну Б, и, соответственно, после этого уже покупка на пробитии волны А. То есть такая точка входа будет на откате Б. В таком случае мы предполагаем, что эта трехволновка – это волна А, вниз, соответственно, волна Б, и вверх волна А, С, В, С и волна С. Если мы рассматриваем такую покупку, то обязательно в диапазоне 0,69 ровно мы фиксируем одну-вторую прибыли и переводим сделку без убыток. А для определения профита мы натягиваем фибосетку на предполагаемую волну А. И уровень 138,2, но здесь, наверное, давайте чуть-чуть ниже возьмем. Поэтому круглый промежуточный уровень 0,6950 мы с вами берем в профит для покупок. Но, опять-таки, напомню, что для покупок необходимо волной А совершить это нисходящее движение. Это обязательное условие, которое необходимо соблюдать. Ну и, соответственно, если так получится, что мы войдем с вами в покупки, но это окажется не волной С, как мы хотим, а волной Б, то у нас для этого уже есть рассмотренный вариант для продажи. То есть завершаем эту восходящую конструкцию и, соответственно, мы продаем на формирование нисходящей волновой конструкции. И, конечно же, если мы уже на этот момент войдем в покупку, то мы закрываем нашу покупку там, где мы открываем продажу и, соответственно, открываем продажу. То есть мы переворачиваемся. По валютной паре американский доллар против швейцарского франка у нас всю неделю был флэт. И вот только в последнее время у нас что-то такое началось. Но, как мы видим, больше это движение было ложным. И, соответственно, у нас образовалась нисходящая волновая конструкция. По волновой конструкции был построен наклонный канал. И, конечно же, только на завершении данной конструкции мы с вами будем рассматривать покупки. А на прошлой неделе, вы помните, что мы бы покупали, если бы цена закрылась выше уровня 1.0020 круглого второстепенного уровня. Но, как мы видим, были какие-то попытки. Попытки были все ложные. То есть был пробит уровень тенью. Цена не закрылась за круглым уровнем. А вы помните, что у нас есть такое правило, что если мы отрабатываем круглый второстепенный уровень, то, соответственно, часовая свеча должна закрыться за уровнем. Почему? Потому что очень часто бывают ложные пробои. К сожалению, мы это знаем. И поэтому мы это используем. Точнее, не к сожалению мы это знаем. К сожалению, бывают ложные пробои. И, как мы видим, очень долгое время цена находилась в диапазоне круглого важного уровня 1.00. И после этого, если бы опять-таки отрабатывать круглые уровни, то здесь можно было открывать продажу. Стоп-лот, соответственно, за уровень 1.0020. Если работать по круглым уровням. И цель 0.9950. Ну, в принципе, мы, кстати, с вами ее и ставили в профит. Уровень 0.9950. Итак, что нам надо для того, чтобы покупать валютную пару? Для покупок необходимо завершить нисходящую волновую конструкцию. После этого получить коррекцию волну B. Давайте проверим, конструкция усеченная или не усеченная. Это очень важно, потому что нам уровень 123.6 достигнуть. Следовательно, нисходящая конструкция не является усеченной. Следовательно, это не может являться точкой входа при усеченной волне C. Но, если мы немного уменьшим... Давайте мы, наверное, просто перейдем на таймфрейм H4 и обратно увеличим, чтобы было понятно, о чем идет речь. То есть, мы можем предположить, что вот это движение вниз, это волна B. Почему мы можем сделать такое предположение? Все очень просто. Вверх мы можем предположить, что это волна A. Вниз, соответственно, коррекция волна B. Как мы видим здесь даже на таймфрейме H4 образовался отличный пин-бар. Пин-бар, который даже пробил уровень. То есть, такой вот очень хороший пин-бар. И вверх, соответственно, волна A-C пробивает наклонный канал нисходящей конструкции, завершает всю эту нисходящую конструкцию. После этого получаем коррекцию волну B-C. И после этого, соответственно, покупка на пробитии волны A-C. То есть, на пробитии нашего предыдущего максимума. Вот такая точка входа будет на откате B. В таком случае обязательно на нашем максимуме в диапазоне 1.0091-1.0090 мы переводим сделку без убыток и фиксируем 1-2 прибыли. Это таймфрейм H4, поэтому это такой вот средний срок. И для определения профита натягиваем фибосетку на предполагаемую волну A. Это может быть очень такая длинная покупка. И, соответственно, цель уровень 138.2 по Fibonacci 1.02.32. Такая вот у нас может быть покупка. А продажу рассматриваем просто на перевороте. Входим в покупку. Так получается, что цена не идет, как мы хотим, вверх. То есть, соответственно, мы предполагаем, что мы попали не на волну C, а на волну B. Соответственно, строим наклонный канал по той восходящей конструкции, которая будет. И на завершение этой восходящей конструкции, на формировании нисходящей конструкции, мы рассматриваем с вами продажу. Вниз волна A, вверх коррекция волна B и вниз, соответственно, волна C. Что это будет за продажа? В таком случае мы предполагаем, что вот это вот движение вниз, все это движение, это волна A. Трехволновка вверх, это волна B. Вниз, соответственно, волна A, C, B, C и волна C. Если мы рассматриваем такую продажу, то обязательно на уровне 0.9930 мы переводим сделку в без убыток, фиксируем 1-2 прибыли. А для определения профита мы натягиваем Fiboset на предполагаемую волну A. То есть, у нас вот это будет предполагаемая волной A. И, соответственно, наша цель уровень 123.6 по Fibonacci 0.9858. Это наша цель для продажи. У меня на этом все. Зарабатывайте вместе с нами. Профита вам и благополучия. Пока.